Глубоко уважаемые участники Международной научно-практической конференции «Религия против терроризма». Разрешите мне, как ректору Российского университета дружбы народов и одному из сопредседателей конференции, приветствовать вас и поблагодарить вас за отзывчивость и возможность вашего участия в этой важной конференции. Как известно, инициатива проведения конференции «Религия против терроризма» на базе Российского университета дружбы народов принадлежит президенту России Владимиру Владимировичу Путину и почетного доктора Российского университета дружбы народов, президента Республики Казахстан, Назурбаеву Нурсултану Абишевичу. Это был как один из результатов их встречи в декабре 2015 года. Также известно, что Российский университет дружбы народов является уникальным высшим учебным заведением в мире, в котором ежегодно обучаются студенты примерно из 150 стран мира. В прошлом году это было 152 страны. Мы рассчитываем, завершая заезд сейчас, что в университете в этом году будет 154 страны мира. Уникальность проявляется и в том, что по нашей прошлогодней университетской переписи это студенты более 400 народов и национальностей, а значит представители различных религий и конфессий. Проблема противодействия религиозному терроризму – одна из самых сложных проблем современности. Поэтому прежде чем нам приступать к разговору о предупреждении экстремистских, а значит неверных действий по реализации религиозных учений, надо определить основные направления этой деятельности. В своем выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент России Владимир Владимирович Путин сформулировал два основных направления такой предупредительной деятельности. «Необходимо, — говорил он, — уберечь людей, которых пытаются вербовать боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну». Следует отметить и другую новую установку президента России в противодействии экстремизма, данную в том же выступлении. Из всех методов предупреждения религиозного экстремизма на индивидуальном уровне, акцент должен быть сделан на методе оказания соответствующей помощи, как на самом эффективном из них. Этим фактически предложено к вопросам деятельности по противодействию экстремизму и терроризму включить еще один гуманистический этап, этап ликвидации негативных последствий распространения идей радикального разрешения культурных противоречий. Более того, президент России указал на необходимость расширить деятельность по противодействию терроризму и экстремизму и ориентировал на соответствующую работу в социально-экономической сфере, в учреждениях образования и культуры. В современном мире турбулентность преломляется в социально-экономических и внешнеполитических, как мы видим, контекстах, а также в четкой акцентации новых вызовов и угроз, прежде всего, исламского терроризма. В послании президента Федеральному собранию 3 декабря 2015 года Владимир Владимирович Путин отмечал необходимость консолидации усилий всех стран мира в противодействии этой глобальной угрозе. Он, в частности, отметил, сегодня мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной варварской идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные маркобесы добились своих целей. Невозможно победить международный терроризм силами только одной страны, особенно в условиях, когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает еще и новые переселения народов, когда террористы получают постоянную финансовую подпитку. Подчеркивая глобальность угрозы терроризма, уже 22 июня 2016 года президент России, выступая на пленарном заседании Государственной Думы, еще раз поставил вопрос о необходимости создания единой системы безопасности для противодействия терроризма. Как он отметил, опасность распространения этой общей угрозы нарастает на наших глазах. Необходимо создавать современную, внеблоковую, равную для всех государств систему коллективной безопасности. Россия открыта для обсуждения этого важнейшего вопроса и неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу. Говоря об этой роли России, президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, за правду и справедливость, за жизнь людей и будущее всей цивилизации. В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия поддержаны российским обществом. И в такой абсолютно определенной позиции наших граждан глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявления истинных патриотических чувств и высоких нравственных качеств, убежденность в том, что национальные интересы, свою историю, наши ценности, наши традиции нужно защищать. Открывая данную встречу, я хочу отметить важную роль и активное участие в подготовке к конференции посольства Республики Казахстан в Российской Федерации как соорганизатора данной конференции, а также целого ряда других государственных и общественных структур Республики Казахстан. Я особо хочу подчеркнуть содержательную роль в подготовке к конференции роль чрезвычайного полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации, сопредседателя Оргкомитета нашей конференции, господина Тажина Марата Мухаммедовича, которому разрешите и предоставить сейчас слово как сопредседателя, а вам от имени Оргкомитета всем пожелать плодотворного творческого участия в работе нашей конференции. Спасибо. Уважаемые участники конференции, дамы и господа, я прежде всего хотел выразить слова глубочайшей признательности руководству Российского университета Дружбы Народов, лично ректору Владимиру Михайловичу Филиппову. Хотел бы немножко коротко рассказать относительно предыстории возникновения самой идеи такого рода конференции. Действительно, в прошлом году во время визита президента России Владимира Владимировича Путина в Казахстан, президент Казахстана Устанавич Назарбаев выступил с инициативой провести серию международных конференций, на которых рассматривался бы этот вопрос. К сожалению, актуальность этой темы за этот год не только не снизилась, но и, напротив, существенно возросла. В начале мая этого года в Организации Объединенных Наций состоялся диалог высоких сторон, где как раз по инициативе Казахстана обсуждались вопросы, связанные с ролью религии в борьбе за мир и против терроризма. В конце мая этого года под эгидой Сената Республики Казахстан была проведена очень представительная международная конференция, которая называлась так же, как и наша религия против террора. И вот сегодняшняя московская наша встреча. Владимир Михайлович здесь из скромности не упомянул еще одну деталь. Во время его встречи с президентом Казахстана в декабре прошлого года была конкретно определенная площадка, это площадка РУДН, на которой и определились проводить эту конференцию. Если говорить в содержательном плане, то, конечно, вопросы, связанные с сегодняшней ситуацией в мире и ситуации вокруг религии и вопросов, связанных с борьбой с террором, то я хотел бы обратить внимание у части конференции на то, что, наверное, эту проблему нельзя помещать только в узкий контекст и понимать буквалистки, что религия каким-то таинственным образом возьмет и выработает механизмы борьбы с террором. Мне кажется, чрезвычайно важным было бы, пользуясь таким высокоученым собранием и столь представительной концентрацией интеллектуалов в этом зале, посмотреть на эту проблему в трех ракурсах. Первый ракурс – часть вопросов, связанных с так называемым религиозным терроризмом. Изначально работает совершенно не прочищенный ни в политическом, ни в научном смысле сленгом и лексикой. Даже вот с высоких трибун мы слышим слова «исламский терроризм». Да нет его, исламского терроризма. Есть терроризм, есть ислам, есть серьезные проблемы, связанные с совершенно другим по политическому наполнению фактором, но вот это устойчивое словосочетание «исламский терроризм», оно, конечно, само по себе изначально задает некую интонацию, связанную с совершенно одной конкретной конфессией. Никто же не говорил, когда в 60-е, 70-е годы в странах Латинской Америки или в странах Европы красные бригады действовали, а в Латинской Америке были очень сложные процессы, связанные со сменой, трансформацией режимов, где религия довольно активно принимала участие в этих процессах. Никто никогда не говорил, скажем так, о католическом терроризме, потому что все понимали, что речь не в христианстве, речь не в принадлежности того или иного революционера, к той или иной конфессии, а речь гораздо более сложных вещах. Поэтому мне представляется, что такого рода конференции очень важны с точки зрения прочищения и семантического, смыслового и, собственно, лексического оформления этой тематики. Если плыть по пути упрощенных стереотипов в понимании сегодняшней ситуации, конечно, мы рано или поздно, кроме ярлыков, ни к чему не выйдем. Вторая развилка или второй узел проблем, который, на мой взгляд, чрезвычайно важен для обсуждения здесь, это взаимодействие религии и геополитики. Наверное, наша эпоха религии всегда была частью мировой геополитики, как знает любой человек, мало сведущий даже в истории. Но то, что сегодня геополитические контексты сильно влияют на религиозный фактор, а религиозный фактор, в свою очередь, влияет на мировую геополитику, иногда самым прямым и непосредственным образом, конечно, это тема, которая по существу должна быть не просто вскрыта, а как бы осмысленна. Ну и третье, чтобы не затягивать, как бы не уходить сразу в академическую тематику, хотел бы упомянуть еще одну огромную тему, которая, к сожалению, пока не имеет адекватного научного описания и фундамента, это религия, терроризм и социальная структура общества. Есть несколько серьезных исследований по социальному портрету террориста или террористов, есть несколько серьезных исследований по взаимодействию изменений в социальной структуре и возникновению напряжения. Мы сами видим, что проблема терроризма и радикализма возникает все-таки в не самых благополучных регионах той или иной страны. И вот эти как бы совершенно очевидные, конкретные, актуальные темы на наш взгляд могли бы стать частью дискуссии во время обсуждения на данной конференции. Что касается идеи, но что еще относительно роли религии в борьбе против террора, то эта идея, которая появилась ни сегодня, ни вчера, на протяжении почти четверти века президент Казахстана постоянно выступает и продвигает идею межрелигиозного диалога. Вы знаете, что в Казахстане проходят традиционные съезды представителей мировых и традиционных конфессий. Казахстан, к счастью, одна из немногих стран, которая может совершенно определенно заявить, и это подтверждается документами самых авторитетных международных организаций, о том, что в стране удалось создать реальный межконфессиональный мир и межконфессиональное согласие. И я хотел бы обратить внимание Высокого Собрания на программный документ, который уже получил такое обозначение, как Манифест Назарбаева, это Мир XXI век. Этот документ сегодня на двух самых важных площадках ООН, в Организации Объединенных Наций и в рамках Совета Безопасности получил статус официального документа. И часть этого программного документа посвящена также тематике, напрямую связанную с деятельностью нашего сегодняшнего совещания. Еще раз хотел поблагодарить руководство РДН, лично ректора университета и в не меньшей степени те структуры, организации, которые принимали участие в подготовке данного совещания, но и наших высокоуважаемых гостей, которые, несмотря на всю свою занятость, нашли время, возможность принять участие в этой конференции. Спасибо вам. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, как уже было сказано Владимиром Михайловичем, наша конференция проходит в рамках реализации инициатив, озвученных во время прошлогодних встреч лидеров России и Казахстана, Владимира Владимировича Путина и Нуршултана Абисуевича Назарбаева. Естественно, Владимир Владимирович Путин следит за ходом нашей конференции и поручил мне огласить его приветствие. Разрешите, я это почетное поручение исполнил. Участникам, организаторам и гостям Международной научно-практической конференции «Религии против терроризма». Уважаемые друзья, считаю ваш форум объединяющий представителей органов власти, институтов гражданского общества, ученых, политиков, дипломатов серьезной и востребованной инициативой, весомым вкладом в укрепление соработничества религиозных организаций и государств в вопросах противодействия любым проявлениям экстремизма. Это особенно актуально сегодня, когда большинство стран сталкивается с глобальными угрозами и вызовами ростом национальной и религиозной нетерпимости. Подчеркну, все мировые религии основаны на фундаментальных гуманистических ценностях, которые имеют неприходящее общечеловеческое значение. Их духовные лидеры неизменно призывают верующих к милосердию, справедливости, толерантности, воспитанию подрастающего поколения на высоких идеалах добра и уважения друг к другу. И поэтому консолидация усилий религиозных объединений, их взаимодействия с государственными и общественными структурами – важное непременное условие обеспечения мира и согласия на планете. Убежден, что Ваша конференция пройдет в творческом конструктивном ключе, а ее решения найдут воплощение в практической деятельности. Желаю Вам успеха! Владимир Путин! Разрешите несколько слов, уважаемые коллеги. С удовольствием принимаю участие в работе конференции. Приглашение Владимира Михайловича Филиппова приняло с благодарностью. Очень важно, что эту конференцию мы проводим в стенах именно гостеприимного российского университета «Дружбы народом» в УЗИ, который всемирно известен своими достижениями в науке, международными связями и традициями интернационализма. И одной из миссий университета является объединение с знанием людей разных национальностей, рас и вероисповеданий. За это хочу поблагодарить за хорошую организацию, руководство Института Российского университета «Дружбы народу», в первую очередь Владимира Михайловича Филиппова. Уважаемые коллеги, взаимодействие Казахстана и Российской Федерации носит всеобъемлющий и многоплановый характер на всех уровнях. Буквально на этой неделе с участием лидеров России и Казахстана прошли форум межрегионального сотрудничества и российско-казахстанский бизнес-форум. Сегодня, уважаемые коллеги, актуальная повестка и представительный состав участников нашей конференции позволяет говорить об этом событии как о очень значимом мероприятии международного масштаба. Участие в работе широкого круга экспертов, представителей дипломатического корпуса, религиозных организаций демонстрирует приверженность необходимости и вообще бороться за сохранение нравственного фундамента нашей общей цивилизации, традиционных ценностей и моральных ориентиров. Реалии сегодняшнего дня таковы, что терроризм приобрел глобальный мировой характер. Нет ни одного государства в мире, которое могло бы жить спокойно и в полной уверенности в том, что терроризм как явление не коснется его граждан. И наши страны, Россия, Казахстан, другие страны нашего ближнего зарубежья также не избежали этой угрозы. Разрушение межрелигиозного мира стало целью радикалов, представляющих всевдорелигиозные маргинальные течения. Для этого они всеми силами стараются внедрить религиозное сообщество наших стран, прежде всего в исламское сообщество, чудую нашим многовековым традициям идеологию. К сожалению, распространение такой идеологии, прикрывающейся ложными псевдоисламскими лозунгами, уже привело к деградации и хаосу в ряде регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Обосновавшиеся там группировки, прежде всего международная террористическая организация называющая себя исламским государством, совершают чудовищные преступления против человечества. При этом не следует рассматривать злодеяния этих террористов как часть религиозного конфликта между исламом и другими религиями или внутри самого ислама. Такие течения, группировки искажают заложенные в исламе глубокие нравственные принципы, активно вербуя в свои ряды в первую очередь молодежь, не имеющих адекватного знания об этой религии. В основе позиции Российской Федерации в отношении с исламским миром лежит признание многообразия культур и цивилизаций, приверженность международному праву и мирному решению всех вопросов. В толковании действий и мотивов терроризма в различных регионах не должно существовать никаких двойных стандартов или выборочности по политическим, этническим или религиозным мотивам. В условиях сложной внешнеполитической обстановки, попыток эскалации этнополитической и межконфессиональной напряженности в стране, упрощения единства многонационального народа России и обеспечения межнационального согласия остаются приоритетными направлениями государственной политики. Борьба с терроризмом – задача не только государственных или тем более правоохранительных органов. Религиозные организации, традиционные для России конфессии, отвергают любые формы насилия и экстремизма, какими бы религиозными, этническими или иными лозунгами они не прикрывались. Централизованными религиозными организациями мусульман проводится большая работа по сохранению и развитию форм ислама, сочетающих умеренность и здравомыслие в религии, с добросовестным служением Отечеству, с уважительным отношением к представителям других традиционных для нашего Отечества конфессий. Государство оказывает всемирное содействие мусульманским религиозным организациям в их конструктивных усилиях. Отмечу ряд таких направлений, направлений такой работы. В прошлом году руководителями ведущих духовных управлений мусульман России была подписана социальная доктрина российских мусульман, обозначившая канонические и соответствующие отечественным формам ислама ориентиры во взаимоотношениях верующих и светского государства. Решить проблему воспитания ярких проповедников и богословов должна формируемая в России система отечественного исламского образования на основе единых методологических подходов. Осуществляется практическая работа по воссозданию отечественной исламской богословской школы. Глава государства, президент нашей страны, поддержал инициативу Республики Татарстан по созданию общероссийского научно-образовательного и просветительского центра Болгарской исламской академии, которая должна стать высшим звеном отечественного исламского образования. При этом глубоко символично, что вместе с реализацией этого проекта принято решение о воссоздании собора Казанской иконы Божьей Матери. В целом следует отметить, что президентом Российской Федерации поддерживается инициатива Межрелигиозного Совета России в отношении внедрения в Россию специальности высшего образования теологии и создания соответствующей отрасли науки. Следующий. Большой положительный резонанс в мусульманском сообществе вызвал ряд богословских конференций, организованных в регионах России, духовным управлениями мусульман с участием признанных зарубежных богословов. Принятые итоговые документы и фетвы с позиции умеренного ислама разрушили притязание представителей радикальных течений на свою исключительность в вопросах толкования религиозных норм. Так, важное значение имело прошедшее в августе этого года в Грозном Всемирной конференции исламских ученых. Российскими муфтями была принята фетва о критериях традиционного для России ислама и о признаках отхода от него в виде экстремистских течений и сект. Это важная позиция практически большинства духовных лидеров нашей страны. И представляется, что эта позиция станет надежным ориентированным не только для самих свещественных служителей, но и для представителей молодежи в первую очередь. В работе по данным направлениям государство будет и впредь продолжать оказывать религиозным организациям всемирное содействие и помощь. Следует отметить, что заслуживает самое серьезное изучение и меры по совершенствованию государственно-религиозных отношений, принятые за последние годы у наших соседей в Республике Казахстан. Я уверен, что и сегодняшняя конференция поможет нам еще больше и глубже узнать опыт друг друга. Мы во время бесед, встреч с друг другом, с коллегами детально анализировали. Интересная в Республике Казахстан конструкция не только межкомфессиональных, межнациональных отношений. Опыт работы Ассамблеи народа Казахстана имеет огромное значение. Поэтому уверен, что мы сегодня друг другу сможем очень много интересного рассказать и перенять друг у друга. Рассчитываю, что конференция при изучении опыта конструктивного взаимодействия религиозных организаций, органов государственной власти и институтов гражданского общества будут рассмотрены в вопросе единых подходов в развитии системы религиозного образования, современной технологии профилактики различных форм террористической угрозы. Уверен, что совместные усилия по данным направлениям позволят Российской Федерации, Казахстану и нашим партнерам и в дальнейшем успешно развивать межрелигиозный и межкультурный диалог, содействующий углублению интеграционных процессов на всем евразийском пространстве. Большое спасибо, уважаемые коллеги. Желаю нам успешной работы. Всего доброго. И, Владимир Михайлович, давайте я вам торжественно здесь вручу приветствия нашего президента. Там или хотите, лучше здесь. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции, дамы и господа. Прежде всего, разрешите выполнить поручение президента Республики Казахстан Настутана Абишевича Назарбаева и зачитать его приветствие в адрес многоуважаемой конференции. Участникам Международной научно-практической конференции «Религия против терроризма». Уважаемые участники конференции, приветствую вас в связи с началом работы Международной научно-практической конференции «Религия против терроризма». Международный терроризм сегодня приобрел принципиально новые качества. Террористические акты перестали быть единичными, приобретая характер масштабной агрессии против всего человечества. Обычным явлением стали исход многомиллионных потоков беженцев, разрушение исторических памятников, насильственные изменения уклада жизни и быта граждан разных стран. При этом террористические акты зачастую прикрываются религиозными лозунгами. Борьба с этим злом – это дело всего мирового сообщества. Ответственность в противостоянии терроризму призваны взять на себя, прежде всего, наиболее видные и влиятельные представители общественности – религиозные деятели и парламентарии. К сожалению, однозначного и всеобъемлющего решения данной проблемы пока нет, поэтому следует наращивать совместные усилия в поиске достойного ответа на эту глобальную проблему. Сегодня вам предстоит обсудить одну из самых серьезных проблем современного мира. Рассчитываю, что конференция «Религия против терроризма» придаст особый импульс развитию уникального формата диалога политических и религиозных деятелей. Желаю всем участникам плодотворной дискуссии и конструктивной работы. Нусултан Назарбаев Уважаемые коллеги, разрешите в продолжении темы сказать несколько слов. Дамы и господа, в 21 веке эффективное противодействие глобальной угрозе международного терроризма и экстремизма требует объединения усилий всех стран и народов, широкого участия общественности, ученых и духовных лидеров всего мира. В этом плане исторически сверхактуальна совместная инициатива президента Республики Казахстан Нусултана Абишевича Назарбаева и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об организации всемирного диалога о роли религии в борьбе с международным терроризмом. Во-первых, в своих коварных замыслах террористы и экстремисты пытаются извратить гуманистическую суть религиозных учений. И прежде всего, как это мы видим сейчас, ислама. Во-вторых, они все более одержимы навязчивыми идеями погрузить мир в атмосферу макобесия и межконфессиональных распри ненависти и страха. В-третьих, международные террористические структуры пытаются внедрить в сознание людей и особенно молодежи свои псевдодоктрины и ложные идеи. Тысячи молодых людей, в том числе несовершеннолетних детей, обманным путем завлекаются в искусно расставленные сети и принуждаются к преступной деятельности. В-четвертых, все чаще жертвами террористических атак становятся уважаемые религиозные деятели, выступающие против ереси и преступлений террористов и экстремистов. Все чаще под обломками взорванных террористами мечети и храмов гибнут невинные прихожане. От преступных рук террористов погибают хранители и защитники музейных ценностей, памятников истории и культуры. Иными словами, терроризм перешел к тактике уничтожения всего и всех, кто может стать на пути душам людей. В этом можно видеть преступный расчет международного терроризма, поработить историческое и культурное сознание человечества. Поэтому сейчас, как никогда ранее, в борьбе с международными террористами нужен комплексный подход. Он должен предусматривать не только силовые акции против террористов. Важно создавать высокие духовные барьеры перед этой глобальной угрозой, активно используя гуманистические идеи самой религии и широкое влияние религиозно-духовных лидеров. У наших стран, Казахстана и России, практически идентичные подходы в борьбе с международным терроризмом. Как стратегические союзники и партнеры, наше государство находится по одну сторону глобальной линией фронта против терроризма и экстремизма. Как вы знаете, президент Казахстана Насутан Абишевич Назарбаев выдвинул ряд международных инициатив по усилению противодействия терроризму и экстремизму. В частности, о создании широкой глобальной коалиции против терроризма и экстремизма под эгидой ООН, принятии всеобъемлющего документа ООН по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В своем манифесте «Мир. 21 век» Насутан Абишевич Назарбаев говорит о зловещем характере этой угрозы. Международные террористические организации посягают на обладание ядерными материалами. В их руках может оказаться опасным оружием киберпреступность. Следствием этих агрессивных действий стали растущие миграционные потоки людей, ищущих безопасность. Международный терроризм и экстремизм наносят огромный ущерб всему культурному и религиозно-духовному наследию человечества. В этих условиях крайне важно укреплять диалог и доверие между культурами и религиями. Как вы знаете, по инициативе президента Казахстана в Астане на постоянной основе каждые три года созываются съезды лидеров мировых и традиционных религий. В начале лета нынешнего года в Астане под эгидой парламента Республики Казахстан прошла международная конференция «Религия против терроризма». В этом астанинском форуме принимала участие и большая группа представителей наших российских коллег, политических и научных деятелей. В свою очередь сегодня в работе нынешней конференции принимает большая группа ученых, политиков и религиозных деятелей из Казахстана. Как вы знаете, уважаемые коллеги, в Казахстане успешно работает на протяжении 20 лет Ассамблея народа Казахстана, которая объединяет более 100 этносов и более 17 конфессий, которые живут в мире из согласии. И Казахстан – это единственная страна в мире, где Курбан-Айт и Пасха являются официальными праздниками, являются выходными днями, и эти праздники отмечают представители всех конфессий, которые живут в Казахстане. Дорогие друзья, вне всяких сомнений диалог о важной роли религии в борьбе с терроризмом и экстремизмом важен и актуален. Я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за приглашение участвовать в работе форума, за отличную организацию работы. Убежден в том, что наш форум внесет важный вклад в объединение светской и религиозной общественности, научных и политических кругов в противодействии опасной угрозе международного терроризма. Уважаемые коллеги, разрешите пожелать платформной дискуссии и работы в адрес всех участников нашей конференции. Спасибо. И, конечно же, приятная миссия. Я хотел бы вручить приветствие президента Владимиру Михайловичу Филиппову, ректору университета. Уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые участники конференции, позвольте мне огласить приветствие святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Дорогие братья и сестры, сердечно приветствую всех вас, собравшихся в Российском университете Дружбы Народов, для участия в работе конференции, посвященной обсуждению волнующей сегодня все мировое сообщество проблемы усиления террористической угрозы. За последние годы десятки государств, тысячи людей стали мишенями и жертвами экстремистов. Особую опасность представляют террористические группировки, которые в своей преступной деятельности прикрываются религиозной риторикой и пытаются оправдать насилие верой. Однако, какие бы аргументы ни приводили убийцы, в своих злодеяниях они проявляют человеконенавистническую сущность и разрушительную энергию, направленную против всего мироздания. Убежден, что, призывая к нравственному совершенствованию личности, проповедуя мир и добрососедство между народами, религиозные деятели способны внести весомый вклад в противодействие экстремизму и терроризму. Очевидно, в этом важном деле необходимы солидарные усилия всех неравнодушных людей. Призываю на труды участников конференции Божие благословения и желаю плодотворной работы. Кирилл, патриарх Московский и всея Руси. И позвольте к этим словам предстоятели Русской Православной Церкви присоединить несколько слов от себя. На этой конференции нам предстоит обсудить и попытаться осмыслить одно из самых опасных явлений современности – терроризм. Неуклонный рост этой чумы 21 века наблюдается в последние 15 лет. Ее жертвами стали многие тысячи людей по всему миру. И, кажется, уже не существует ни одного безопасного уголка планеты, жители которого могли бы не бояться угрозы террористических атак. Противодействие терроризму стало в последние десятилетия одной из наиболее часто обсуждаемых тем в мировой повестке дня, поскольку террор превратился в серьезный дестабилизирующий фактор международных отношений. Некоторые эксперты классифицируют борьбу с международным терроризмом как новую мировую войну, а само это разрушительное явление сравнивает с нацизмом 30-х годов прошлого столетия. Современный терроризм представляет собой весьма сложное социально-политическое явление национального, регионального и глобального масштабов, обусловленное политическими, экономическими, социальными и культурными противоречиями как во внутригосударственной, так и в международной жизни. В силу своей специфики, как довольно доступная и резонансная форма насилия, терроризм имеет тенденцию к широкому распространению, что, в свою очередь, предопределяет необходимость более активных усилий и целенаправленных действий мирового сообщества по противодействию ему. Терроризм многолик, но его универсальными чертами являются подлость, жестокость и бесчеловечность. Будь то в России или во Франции, в Соединенных Штатах или на Ближнем Востоке, в Африке или Юго-Восточной Азии, везде, где активизируются террористы, они действуют одним и тем же образом. Их жертвами становятся преимущественно невинные люди. Такое циничное пренебрежение фундаментальными правами других людей на жизнь, свободу и достоинство возвращает нас к самым темным временам человеческой истории. Вместе с тем, насильственные действия террористов не являются самоцелью, но служат средством достижения других целей, остающихся в тени. Когда мы узнаем из средств массовой информации о том, что в том или ином городе произошел террористический акт, мы скорбим и соболезнуем родным и близким жертв совершившегося преступления, мы молимся о них. Однако мы понимаем, что целью такого насилия было запугать людей, навязать свою волю, добиться уступок со стороны властей. Именно поэтому наиболее эффективным способом сопротивления терроризма по всему миру является бескомпромиссность в отношении преступников и их требований. В генезисе терроризма немаловажную роль играют действия политиков, планы которых по укреплению влияния и продвижению интересов различных сил в том или ином регионе мира или стране, нередко приводят к всплеску терроризма, питательной средой для которого является хаос и разрушение государственности. Все мы стали свидетелями недавних событий в странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые развивались по одному и тому же сценарию. Существовавшие в этих государствах политические режимы при помощи внешних сил, путем прямого военного вмешательства или спонсирования внутренней вооруженной оппозиции ослаблялись и свергались, однако обещанного светлого будущего не наступало, а вместо демократии, свободы и равенства воцарялись хаос, гражданское противостояние и война всех против всех. Так было в Ираке, Ливии, Йемене. Египет после свержения Хосни Мубарака и прихода к власти партии братьев-мусульман был на грани полномасштабной гражданской войны. Подобный же сценарий планировалось реализовать и в Сирии, однако его не удалось довести до конца благодаря, прежде всего, принципиальной позиции нашей страны. Режимы правления в вышеупомянутых странах поборниками западной демократии обвиняются в нарушениях прав и дискриминации религиозных и национальных меньшинств. Однако именно сильная политическая власть тех, кого ныне именуют авторитарными правителями и диктаторами, была гарантом соблюдения прав и законных интересов меньшинств. Ведь не секрет, что как только ближневосточные политические режимы были ослаблены и разрушены, первыми жертвами спровоцированного хаоса стали религиозные и национальные миноритарные сообщества и группы. Мы знаем это по положению христиан в Ближнем Восточном регионе. Вот уже который год террористы безжалостно уничтожают христиан в этих древних землях, совершаются показательные казни, оскверняются храмы и святыни. Такое положение дел вынуждает христиан массово покидать свои родные края. Происходит геноцид христиан в том регионе планеты, где христианство зародилось. Об этом свидетельствуют цифры. По подсчетам экспертов, за 13 лет, со времени американского военного вторжения в Ирак, количество христиан в этой стране сократилось в 10 раз, с 1,5 млн до 150 тыс. Но даже это малое количество продолжает неуклонно сокращаться. В Сирии христианское население уменьшилось в 4 раза, с 2 млн до 500-600 тыс. В Ливии христиан почти не осталось. Ближневосточная трагедия стала главной темой исторической гаванской встречи святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска в феврале нынешнего года. В совместном заявлении лидеры двух крупнейших христианских церквей призвали международное сообщество к незамедлительным действиям по предотвращению оттока христианского населения из Ближнего Востока, а также к оказанию широкомасштабной гуманитарной помощи пострадавшим. По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, до христиан доходит лишь малая толика гуманитарной помощи, направляемой в Сирию по линии международных благотворительных организаций. В современной дискуссии об истоках и проявлениях террористической активности постоянно упоминается религия. Нередко терроризм обрежается в исламские одежды, чему, конечно, содействуют и сами преступники, выкрикивающие религиозно-экстремистские лозунги и совершающие злодеяния якобы во имя Аллаха. Однако я убежден, что не существует религиозного терроризма или исламского терроризма, не может быть насилия во имя религии. Ни одна мировая религия не учит убивать людей и совершать преступления. Идеология ненависти и агрессии, использующая религиозную риторику, не может считаться религиозно-мотивированной. В этой связи вспоминаются слова Иисуса Христа. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня. Выдающийся российский востоковед Георгий Мирский, анализируя деятельность экстремистов, отмечал, что ислам – это религия и образ жизни, основа целой цивилизации, элемент идентичности сотен миллионов людей, порождающий солидарность мирового мусульманского сообщества. Экстремизм же под исламскими лозунгами – это политическое движение, базирующееся на положениях ислама, но искаженных и приспособленных для нужд насилия и террора. Святейший Патриарх Кирилл не раз говорил, что определенным силам выгодно использовать экстремистов для демонизации образа ислама и наращивания глобального противостояния между исламом и остальным миром. Именно поэтому сегодня необходимо максимально публично и широко выступать со словом «мира», показывать ложность идеологии террористов, противостоять попыткам связать терроризм и религию. Верующие люди по всему миру должны знать, что террористы, вне зависимости от декларируемой ими религиозной принадлежности, являются слугами сатаны и врагами Господа. В этом мире своими преступными действиями они навлекают на себя проклятие людей, а в будущем их ждет суровый суд Божий. Стоит отметить, что наличие немусульманских общин в исламских сообществах всегда было фактором сдерживания экстремизма. К такому выводу пришли участники конференции «Религиозное меньшинство в мусульманских странах», которая прошла в январе текущего года в Марокко, под патронажем короля этой страны Мохаммеда VI. Делегаты призвали религиозных деятелей всего мира бороться с влиянием экстремизма и попытками оправдания его религиозными лозунгами, обращаться к историческим примерам добрососедских взаимоотношений между людьми разных вероисповеданий. Недавно в Москве завершилось 10-е заседание Совместной Российско-Иранской комиссии православия-ислам. В принятом по итогам встрече коммунике было отмечено, что защита религиозных меньшинств от преследований является важным вкладом в продвижение межрелигиозного диалога. К борьбе с терроризмом и защите религиозных меньшинств призывали и участники, состоявшегося несколько дней назад в Баку, гуманитарного форума. Актуальным направлением межрелигиозного взаимодействия сегодня является сотрудничество в академической области. Оно могло бы стать эффективным инструментом для профилактики экстремизма. Уверен, что наша молодежь должна иметь возможность получать качественное религиозное образование на территории России, в отечественных духовных учебных заведениях, хранящих богатые многовековые традиции, мирной совместной жизни христиан, мусульман, иудеев и буддистов. Русская Православная Церковь всегда открыта к академическому сотрудничеству в области повышения качества религиозных знаний в нашем обществе. В этом контексте с удовлетворением хотел бы отметить развитие теологического образования в нашей стране. Впервые вопрос присвоения ученых степеней по теологии был поднят в 2007 году Межрелигиозным Советом России. В 2013 году лидеры традиционных религий направили соответствующее совместное обращение к президенту России. В октябре 2015 года решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки России теология была признана научной специальностью. В мае этого года было выдано разрешение на создание Объединенного Совета по защите диссертации на соискании ученой степени кандидата и доктора наук по специальности теология, а в августе был создан экспертный совет ВАГ по теологии, в который вошли представители основных традиционных конфессий Российской Федерации. Все вышеперечисленное является превентивными мерами, направленными на ослабление питательной среды для вербовки людей в ряды террористических организаций. Вновь и вновь мы призываем к объединению усилий как религиозных общин, так и политического и научного сообщества, общественных деятелей в совместном противостоянии терроризму. Наш открытый, равноправный, взаиможительный диалог должен стать ответом на вызов, брошенный экстремистами цивилизованному миру. Желаю всем нам помощи Божией в трудах и плодотворной дискуссии. Дай Бог, чтобы Отечество наше и весь мир были ограждены от страшных проявлений терроризма. Благодарю вас за внимание. Спасибо, Владимир Михайлович. В целях экономии времени, если можно, с места, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемый Марат Мухаммед Козеевич, уважаемые коллеги, мне доставляет большую честь и удовольствие огласить приветствие председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, который одновременно является председателем Попещительского Совета Российского Университета Дружбы Народов. Организаторам, участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Религия против терроризма». Приветствую организаторов, участников и гостей Международной научно-практической конференции «Религия против терроризма». Терроризм в настоящее время превратился в одну из главных угроз современности. Он представляет серьезную опасность для различных государств, является разрушительной силой, угрожающей будущему человечеству. Поэтому как никогда важно обеспечить консолидацию здоровых сил международного сообщества в борьбе против этого вселенского зла. Традиционные ценности основных мировых религий являются гуманистическими и неприемлемы методов терроризма. Поэтому особое возмущение вызывает использование экстремистами и террористами в качестве пропаганды своих действий, религиозных постулатов и священных текстов. Большое значение для поиска практических решений в сфере противодействия терроризму приобретают инициативы президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева по проведению съезда лидеров мировых и традиционных религий и председателя Сената Парламента Республики Казахстан Касым Джамар Кемельевича Такаева по организации в Астане международной конференции религий против терроризма. Уверены, что проводимое при поддержке президента Российской Федерации и президента Казахстана, а также при поддержке посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Международная научно-практическая конференция «Религии против терроризма» придаст новый импульс диалогу государства, общества и религиозных организаций на основе конструктивного взаимодействия во имя мира и согласия. Желаю вам плодотворной работы, новых идей в деле реализации потенциала мировых и традиционных религий. Валентина Матвиенко Уважаемые друзья, присоединяясь к словам приветствия в адрес наших многоуважаемых священнослужителей, послов, всех участников конференции, хочу сказать, что наша конференция – это одно из важнейших звеньев той работы, которая проводится в том числе в рамках парламентского измерения противодействия этой глобальной угрозе. Вот буквально через два дня после упомянутой конференции в Астане, в Симферополе, в рамках подготовки хаджа российских мусульман, мы провели конференцию, которая называлась «Ислам против терроризма». И там было принято программное заявление руководителей всех духовных управлений мусульман Российской Федерации. Как известно, наша страна одной из первых подверглась атакам террористов. К сегодняшнему дню мы уже накопили немалый опыт противостояния этому злу. Нам удалось дать достойный отпор в различных регионах Российской Федерации. Многие из террористов вынуждены были покинуть нашу страну, спасаясь от правосудия. А, скажем, в том, что касается Чеченской Республики, она стала примером не только эффективной борьбы с террористической угрозой, но и успешным примером возвращения Республики в правовое пространство Российской Федерации, укрепления основ демократии и динамичного социально-экономического развития. Совместно с представителями духовенства мы серьезно продвинулись в изучении тактики террористов, которые пытались использовать религию, этноконфессиональные проблемы для своих преступных целей, в том числе рекрутирование своих сообщников и последователей. Скажу банальную, но не менее актуальную вещь. Терроризм не имеет ни религии, ни национальности, терроризм не имеет и границ, в том числе ни географических, ни духовно-нравственных. Вот буквально в эти дни мы отмечаем скорбную дату. 20 лет назад, в 1996 году, в российском городе Каспийске впервые был взорван жилой дом. Там жили дети, старики, женщины, никакого отношения не имеющего к целям и задачам, которые преследуют террористы. Поэтому у нас нет никаких оснований для самоуспокоения. Ту работу, которую мы ведем, мы не должны останавливаться ни на минуту. И такая конференция, и последующие подобные этой позволяют нам делиться накопленным опытом. Российские парламентарии активно обсуждают проблемы борьбы с терроризмом на различных международных площадках, используют международный опыт законотворческой деятельности. В России принято более тысячи нормативных правовых актов, затрагивающих проблемы терроризма. Межпарламентская ассамблея Содружества независимых государств приняла комплекс модельных законов о терроризме, который востребован национальными парламентами. Важно найти приемлемый баланс между требованиями безопасности и сохранением прав граждан. Например, это касается проблемы получения религиозного образования за рубежом, чтобы мы на выходе не получили проводников экстремистской и террористической идеологии. Существует, мы все это знаем, достаточно острая проблема спящих, скрытых, потенциальных террористов, которые проникают в среду мигрантов. Обсуждается несколько подходов к проблеме так называемого возвращения террористов, которые сегодня воюют в различных точках мира и не всегда на стороне правого дела. По мнению одних, нужно вывести вообще преступления террористической направленности и международную юрисдикцию. Другие считают, что таких лиц нужно лишать гражданства и вообще не пускать в страну. Эта дискуссия продолжается и в профессиональном сообществе. Очевидно, новые вызовы потребуют и дальнейшей корректировки действующего законодательства. Критически важно направить общие усилия на устранение идеологической основы терроризма путем широкой просветительской работы политических деятелей, духовных наставников, лидеров общественного мнения, с активным использованием средств массовой информации и интернета. И в этой связи огромное значение имеет живое слово духовных наставников, пастырей, имамов. И террористы очень хорошо это понимают. Убийство шейхов, имамов, других религиозных лидеров, к сожалению, не прекращается. Только в регионах Северного Кавказа с 2009 года были убиты 44 выдающихся мусульманских лидеров. ИГИЛ сегодня ведет масштабную скоординированную деятельность, направленную на то, чтобы запугать религиозных деятелей и не только их, руководителей религиозных организаций, принудить их воздержаться от изложения четкой и ясной позиции осуждения ИГИЛ и других террористических организаций. Нам всеми общими усилиями следует поставить жесткий заслон таким попыткам. И здесь весомое слово должны сказать и органы правопорядка. Религиозные деятели, которые занимают позиции жесткого противостояния террористическим элементам, должны ощущать поддержку общественности и получать защиту со стороны государства. С учетом нарастания террористической опасности можно было подумать о подготовке общего документа, который объединил бы в вопросах противостояния фанатикам, экстремистам и террористам всех мастей общие подходы. Например, это могла бы быть антитеррористическая хартия мировых религий. Можно было бы подумать на эту тему, имея в виду и все последующие форумы, которые запланированы до конца этого года и на будущий год. На этом фоне нас откровенно тревожит, что в последнее время наши западные партнеры не только не поддерживают наши инициативы, но и разрушают ранее имевшие форматы совместного противодействия терроризму. Не может не возмущать последний откровенно циничный и лицемерный подход Соединенных Штатов к выполнению договоренностей с Россией о совместных действиях против террористов в Сирии. Вместо того, чтобы бороться с террористами на деле, наши заокеанские партнеры больше играют в борьбу с терроризмом, набирая политические очки предвыборной гонки и не думая о судьбах тысяч простых людей. Они каждый день гибнут в Сирии, в Ливии, в Ираке, в Афганистане и в других странах. Уважаемые коллеги, позвольте в заключение выразить искреннюю признательность руководству Российского университета дружбы народов, уважаемому Владимиру Михайловичу Филиппову, который вместе с нашими казахстанскими коллегами сумел собрать представительный форум участников нашей конференции. Мы по парламентской линии продолжим эту работу и 28 марта будущего года в Санкт-Петербурге под эгидой Межпарламентской ассамблеи СНГ планируем провести крупный международный парламентский форум, на котором обсудим вопросы правового регулирования в области борьбы с международным терроризмом. Будем рады, если в его работе примут участие и присутствующий в этом зале. Спасибо. Аплодисменты. Религия, как явление, также имеет преимущественно наднациональный, универсальный характер, объединяя людей на основе этого. Возможно, именно поэтому международный терроризм пытается рядиться в религиозной одежде, используя потенциал консолидации и мобилизации, которым обладает в частности исламская религия. Цели религии, тем не менее, прямо противоположны целям террористов, поскольку Всевышний повелел людям обустраивать землю, сохранять на ней порядок и быть разумным распорядителем земных богатств. Человечество должно отказаться от иллюзии, что какая бы то ни была страна, даже самая сильная и развитая сумеет в одиночку побороть международный терроризм. Только совместные и слаженные действия всех стран и представители всех религиозных традиций способны перебороть угрозу распространения терроризма по всему миру. Со своей стороны мы, религиозные деятели, прикладываем максимум усилий к развитию межрелигиозного диалога и укреплению сотрудничества с единоверцами из других стран. Считаю очень важным тот факт, что организаторами сегодняшней конференции выступает Российский университет дружбы народов, посольство Республики Казахстан в России. Солидарность наших государств и наших народов, проявившаяся со всей отчетливостью еще и в годы Второй мировой войны, крепнет и развивается на современном этапе. Рассматриваю это как очень важную и позитивную черту политического устройства всего евразийского континента и залог дальнейшего нашего устойчивого и гармоничного развития. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфти-Шейх Равиль Гайнудин. От себя я также хотел бы сказать несколько слов. В чем указанная тема особенно актуальна для ислама? Несмотря на популярность исламофобского дискурса, развиваемого в мировых средствах массовой информации, интеллектуалы много говорят о том, что ислам является религией мира. Между тем, каждый изучающий исламскую духовную традицию знает, например, что джихад и правила его ведения выступают важным разделом мусульманского права фикха. И в некоторых школах фикха джихад мыслится не только как оборонительное, но и как наступательное средство. Поэтому, когда мы говорим, что ислам – это религия мира, то нужно правильно объяснить, что здесь имеется в виду. Мы можем сколько угодно говорить о мире, приводя одни аяты Корана и Хадиса и трусливо закрывая глаза на другие. Но такая риторика будет бесплодна, пока мы не будем способны объяснить, почему экстремистское прочтение первоисточников является ложным и каковы правильные ответы на те вопросы, которые стоят перед активной молодежью. Объяснение же такого типа, я убежден, невозможно без понимания более общей стратегии развития, стратегии осмысления того, что мы называем короническим гуманизмом. Я убежден, что правильное объяснение возможно в рамках широкого исламского обновленческого проекта, который касался бы основ сферы фикха, богословия, философии и социологии. И такой обновленческий проект уже разрабатывался до нас, я имею в виду виднейших представителей российской богословской отечественной мысли середины 19-го, начала 20-х веков. Шихабудина Марджани, Алимджана Бурудири, Задина Фахредина, Мусу Бегеева и других. Поэтому не случайно в последние годы, в том числе от первых лиц нашего государства, звучат призывы и ведется значительная активная работа в возрождении отечественной богословской школы. Развивая концепцию коронического гуманизма, мы стремимся двигаться именно в этом направлении. Эту концепцию можно вкратце резюмировать следующим образом. Это систематическое преодоление слепого токлида, то есть слепого следования авторитетом и ранее вынесенным средневековым фетвом правовым заключением. Ходиться центричностью, недоверие к разуму, эксклюзивизмом и внутренней замкнутостью уммы. Коранический гуманизм также предполагает актуальное прочтение Корана и Сунны и акцентрирование внимания на братстве человечества, правоверности человеческой природы, универсальности Божьего водительства, религиозном плюрализме, всеохватности божественной милости. В своих германифтических принципах коранический гуманизм опирается на сущностное и содержательное истолкование традиция, выраженное прежде всего в сердцевине ислама суфизме. Следует иметь в виду, что коранический гуманизм не является изобретением реформаторов или современных интерпретаторов. Мы убеждены, что это суть исламского вероучения, которое в той или иной форме прослеживается в творчестве выдающихся мыслителей средневековья Абу Ханифы, Аль-Газали, Ибн Аараби и даже Ибн Тайми. Таким образом, я полагаю, что для борьбы с терроризмом и экстремизмом, прочтением первоисточников ислама нам необходима целостная стратегия. Я не настаиваю, что такая стратегия должна быть одной. Исламская мысль по природе плюралистична, так что тут возможны многие варианты. Главное понимать, что без осмысленной стратегии, базирующейся на широком теоретическом фундаменте, все попытки идеологической борьбы с экстремизмом будут тщетными, поскольку в первоисточниках любой религии при желании можно найти сколько угодно в кавычках экстремизма. И всегда будут люди, которые смогут использовать это в своих целях. Иначе говоря, для искоренения этого зла необходима тотальная герминевтика источников. В заключение отмечу, что противостоять радикализму следует посредством честной, философской и богословской дискуссии до тех пор, пока носители радикальных воззрений не берутся за оружие. Если же они берутся за оружие, то в таком случае уже существуют законы Российской Федерации, любого иного государства, которые приложимы к любой экстремистской деятельности. А попытка априорно отделить своих и чужих на основе каких-то фетв, а тем более стремление придать таким фетвам юридическую силу в рамках светского российского государства, считаю контрпродуктивными, поскольку тем самым существует опасность ограничить возможности исламской мысли и задушить творческую исламскую мысль. Благодарю за внимание. Уважаемые организаторы, участники научно-практической конференции, от лица Федерации Советских Общин и лично от себя приветствую вас на конференции религии против терроризма. Организация данной конференции играет очень важную роль не только для урегулирования межнационального и межрелигиозного диалога в России, но также имеет глобальное значение для всего мира. Ведь современная Россия является примером того государства, в котором представители разных народов вероиспреданий чувствуют себя комфортно и свободно, и мы готовы использовать наш коллективный опыт для того, чтобы передать его коллегам из других стран, совместно вырабатывая пути по борьбе с международным терроризмом и сработничество различных конфессий по борьбе с международным терроризмом. Стоит отметить, что в противостоянии террора всех религиозных организаций требуется разъяснительная работа основных постулатов божественных законов, ценностей человеческой жизни, уважения к другим убеждениям. В процессе конференции открыто рассказывая о страшнейших последствиях национальной и религиозной нетерпимости, мы прямо или косвенно совместно противостоим этому международному терроризму и мы сплоченно выступаем фронтом против этого международного терроризма. Мы способны в процессе конференции обозначить те пути и направления, которыми должны идти в религиозной конфессии в других странах, объединяясь и делая совместные усилия по предотвращению международного терроризма. В создавшемся положении очень важно, чтобы это противостояние было не только религиозных, но и общественных и политических сил. На практике все, чтобы объединили свои усилия. Это и есть именно та правильная дорога, которая действительно позволит победить террор на международном уровне. Еврейская община России готова на этом пути приложить максимум усилий, сделать все зависящее от нас для борьбы с терроризмом, укрепления межнационального и межрегиозного диалога в России и содействовать укреплению веротерпимости и мира на нашей планете. Я хочу выразить благодарность организационному комитету за приглашение участвовать и убежден, что эта конференция внесет свой посильный вклад в дело борьбы с терроризмом. Желаю всем участникам конференции успеха и плодотворной работы. Хотелось бы передать слова приветствия и лучшие пожелания от начальствующего епископа Российского военного союза христиан Веры Евангельской, члена Общественной палаты России Сергея Васильевича Реховского. Он присоединится к нам во второй части и будет выступать с докладом на одной из сессий. Хотелось бы сказать несколько слов по нашей теме. Уже много было сказано правильно и конструктивно о важности, я бы сказал, жизненной важности обсуждения вопроса противодействия терроризму. Я держу сейчас в руках книгу выдающегося религоведа и социолога религии конца прошедшего века и начала века 21-го профессора Мирана Петровича Мчедлова. Религовические очерки, насколько я понимаю, это последняя книга, последний печатный труд, выпущены при его жизни. Очень интересное исследование, которое, на мой взгляд, недооценено современниками. На протяжении нескольких лет была проведена колоссальная, взята колоссальная выборка в России отношение различных религиозных общин и людей, представляющих различные религии, конфессии к разным общественным, социальным, экономическим, политическим явлениям. Отношение к национализму, экстремизму, терроризму. Ну, в конце концов, просто отношение их к войне и миру. Приведу несколько цифр из данного исследования. Ну, например, вероятная реакция религиозных мировоззренческих групп в случае ухудшения их жизни. То есть, если ухудшается, там, ну, социальный уровень, экономический уровень. Разбивка идет и разделение. Я сразу прошу прощения на людей, верующих и неверующих. Я ни в коем случае не хочу в кого-то кинуть камень или какое-то вот сеять разделение. Но, тем не менее, показательно. Возьмусь за оружие для отставления своих интересов. Люди, которые определили себя как нерелигиозные, неверующие, более 7% говорят, да, это приемлемо для меня. И менее 1% людей разных религиозных воззрений, но подтвердивших, что они люди религиозные, говорят, что это возможный для меня путь. Я прошу, кстати, не путать это с пацифизмом. Это не одно и то же защита своей родины и борьба со злом, в том числе с оружием в руках, и отстаивание своих личных интересов подобными методами. Ну вот, например, мой средний сын, буквально на следующей неделе, провожая его в армию, в вооруженные силы Российской Федерации, при этом это для него осознанный выбор. Он блестяще закончил колледж, поступил в академию и взял академотпуск для того, чтобы пойти в армию, ну, к удивлению военкома. Другой момент. Отношение к многонациональному составу российского государства. Отношение к утверждению «Россия – общий дом». Среди неверующих респондентов 55% готовы поддержать эту фразу, это высказывание. И в зависимости от уже религиозного направления, православные, мусульмане, католики, протестанты, иудеи, буддисты, от 70 до 95% говорят, что это утверждение верно и близко к ним. И последнее в заключении – отношение респондентов к народам, представляющим различные национально-конфессиональные общности. Очень обширное исследование отношения и к армянам, грузинам, молдаванам, немцам, евреям, таджикам, китайцам, африканцам, татарам и так далее. И когда мы берем респондентов неверующих, где-то в среднем колеблется процент, что положительное, терпимое, готовое вмещать, толерантно относиться, только от 28 до 50%. Когда мы берем респондентов религиозных, верующих, процент совершенно иной – от 70 до 97%. К чему это я? Завершая, я полагаю, что мы можем еще раз убедиться, что люди верующие – это то сообщество, на которое гражданское общество, гражданская власть, государственная власть может опираться и найти в них своих партнеров. И мы, как представители и лидеры религиозных объединений, должны осознать, на самом деле, свой потенциал и, что важно, свою ответственность в области противодействия экстремизму, терроризму, сфере укрепления мира и противодействия всему тому злу, которого сегодня, к сожалению, в мире умножается. И да поможет нам Бог. Спасибо. Уже более 50 лет тому назад Второй Ватиканский собор в своей декларации об отношении церкви к нехристианским религиям заявил следующее. Люди ожидают от различных религий ответа на сокровенные загадки человеческого бытия, которые ныне, как и встарь, глубоко тревожат сердца людей. Одновременно в том же самом документе католическая церковь подчеркивает, что берет на себя обязательства хранить и оберегать все то, что доброе и святое во всех религиях. Ведь сам феномен религии позволяет понять человеку свое место в жизни. Религия, она ставит вопросы, которые относятся к смыслу жизни, которые решают фундаментальные проблемы человеческого бытия. К сожалению, религию зачастую используют в псевдорелигиозных целях. Сейчас много говорится о так называемом религиозном терроризме. Я глубоко убежден, что никакого религиозного терроризма не существует вообще. Вера никак не может быть связана с террором. Терроризм и фанатизм, которые облекаются в религиозную оболочку, это извращение веры. Папа Римский Франциск подчеркивает в последнее время эту мысль о том, что верой в Бога, религии никогда нельзя оправдывать убийства, насилия и терроризма. Сейчас мы много говорим о так называемом запрещенном в России исламском государстве. Подчеркиваем, что это так называемое государство. Видимо, более важным является подчеркивать, что оно так называемое исламское. Ведь все, кто знают, и мы христиане, кто знаем историю исламской культуры, прекрасно отдаем себе отчет в том, что с традиционным исламом это не имеет ничего общего. Исламская культура оказала значительное влияние на культуру западноевропейскую, в частности, через переводы того же самого Аристотеля. Исламская культура оказала огромное влияние и на культуру российскую, ведь это одна из фундаментальных традиционных религий нашего общества. Надо сказать также, что сами по себе и мусульмане часто являются мишенью террористов. Мы много говорим о преследовании христиан, о гонении на христиан во всем мире. Но и есть страны, где и мусульмане также подвергаются гонениям. Поэтому проблема экстремизма и терроризма – это проблема всех, без исключения, религии. Сегодня, как никогда, нам важен глубокий межрелигиозный диалог. Диалог, который созидается на принципах взаимоуважения, диалог, который помогает каждому верующему человеку лучше понять смысл своей веры. Межрелигиозный диалог должен иметь сегодня не только практический характер. Уже в некоторых выступлениях прослеживается более глубокая мысль о том, что межрелигиозный диалог должен помогать верующему понять сам феномен своих отношений с Всевышним, научиться ответственно относиться к миру, обществу, окружающей среде. Ведь верующий человек способен к любви, к пониманию и уважению. В этой связи крайне важным является религиозное просвещение. Российское общество нуждается, я говорю, по крайней мере, о российском, думаю, что и казахстанское общество тоже нуждается в глубоком религиозном просвещении, дабы мы все знали религиозные традиции и наших братьев, с которыми мы совместно живем. В этой связи, в связи религиозного просвещения важен научный подход в плане герминевтики, то есть правильного толкования религиозных текстов. Религиозные тексты учат человека любви, а не ненависти. Каждая религия должна давать о себе такое свидетельство, чтобы последователи других религий смогли ее понимать, уважать и ценить. Вот именно это необходимо, чтобы каждая религия осуществляла. И тогда мы надеемся, что никто не будет от имени религии проповедовать ненависть и совершать теракты. Благодарю. Безусловно, важнейшая инициатива президентов России и Казахстана. Я рад приветствовать здесь уважаемого Магомеда Салама Магомеда Алиевича, уважаемый господин посол, казахстанские коллеги, друзья. Нет сомнения, что тема, она не только важная, важнейшая, но она абсолютно злободневная, поскольку сегодня много уже об этом было сказано. Проблема терроризма – это проблема, несомненно, глобальная. Нет страны, нет народа, которым бы сегодня терроризм не угрожал. По сути, огромный регион Ближнего Востока и Северной Африки, он во многом был превращен в плацдарм террористической активности. Это не только ИГИЛ, это и НУСР и другие многочисленные организации с ними аффилированные. Это, несомненно, я хотел бы, может быть, особенно это подчеркнуть, это результат вот такого демократического мифотворчества, которое мы наблюдали на протяжении многих лет, а попытки мы наблюдаем этого и до сих пор со стороны Соединенных Штатов Америки и некоторых их западных союзников, попытки привнести свои лекалы демократии в регион без учета его особенностей, исторических, духовных, религиозных, попытки насадить свои порядки. Несомненно, это политическая затея, она не имеет ничего общего ни с правами человека, ни с заботой о демократии, но результат плачевный. Сегодня уважаемый владыка Иларион озвучивал цифры, я не буду их повторять. Фактически мы видим сегодня на огромном пространстве Ближнего Востока, а это колыбель трех мировых религий, не будем об этом забывать, мы видим, по сути, изгнание сотен тысяч миллионов христиан из мест их исторического проживания. Это и Сирия, это и Ирак, это Ливия, это и Йемен, который сегодня еще здесь, по-моему, не звучал в качестве примера. И многие другие страны. Миллионы людей пострадали, десятки тысяч убиты, священники взяты в заложники, священников убивают, храмы разрушают. Несомненно, террористы, экстремисты своей активностью наносят колоссальный ущерб и просто убивают и представителей других религий, и, несомненно, мусульман, умеренных мусульман. А подавляющее большинство мусульман – это здравомыслящие люди, умеренные люди. И сегодня правильно говорилось об этом, что нет такого понятия, и не должно быть такого понятия, как исламский терроризм. Есть попытки экстремистов и террористов узурпировать фактически религиозную повестку дня. Это опаснейшее явление. Магомед Салам Магомед Алиевич очень четко говорил об этом, и это абсолютно четко изложено в послании Владимира Владимировича Путина и Святейшего Патриарха в любой религии, в любом религиозном тексте. Я сейчас не хочу касаться проблемы герменевтики. Это не самая однозначная, наверное, проблема. Мы все это прекрасно понимаем. Любое толкование может быть истолковано, в свою очередь, по-разному. Но в любом случае все религии учат добру, миру и фундаментальным традиционным ценностям, в том числе и семейным ценностям. И это очень важно доносить до широких слоев международной общественности, и в первую очередь, я бы сказал, до молодежи. Потому что если мы где и проигрываем террористам и экстремистам, и где мы им уступаем пока, так это, наверное, в битве за молодежь. Потому что, посмотрите, ведь сражаются в основном в их рядах по разным причинам, но сражаются в основном люди молодые. И рекрутирование идет активными темпами. И поэтому нужно истинные ценности доносить в первую очередь до молодежи. Здесь трудно переоценить взаимодействие и соработничество между государствами и представителями всех основных религий, церквей, религиозными организациями, на всех международных площадках. Мы, разумеется, продолжим, Россия продолжит активные усилия во всех международных организациях по отстаиванию различных свобод, свободы и расповедания, прав человека в этой области, по противодействию и мобилизации международной энергии, по противодействию христианофобии, исламофобии, и вообще всех фобий на религиозной основе, они все одинаково опасны. Хотя по понятным причинам нас особенно заботят ситуации с христианами, в первую очередь на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Но мы против любых фобий. Мы эту работу фактически введем в международных организациях, и в частности в ООН, в Совете ООН по правам человека, в ОБСЕ. Трудно переоценить ту поддержку, которую мы получаем с вашей стороны, уважаемые лидеры духовные, религиозные. Очень важно эту поддержку наращивать, очень важно наращивать число участников российских и зарубежных, всех дискуссий на эту тему, участников именно представителей религиозных организаций. Очень важно выиграть борьбу за умы, борьбу за сердца. Сегодня много об этом говорилось, не буду повторяться, но это важнейшая стратегическая задача. Запад не только не поддерживает, Ильяс Магомен Саламович сегодня об этом говорил, не поддерживает наши усилия по формированию широкой антитеррористической коалиции, инициатива Владимира Владимировича Путина, не только не поддерживает эти усилия в должной мере, но и не поддерживает усилия по борьбе с теми самыми религиозными фобиями, в частности с притеснением христиан. Не поддерживает активно по той простой причине, что на Западе духовный кризис колоссальный, там агрессивный секуляризм процветает, там запрещают ношение нательных крестиков, там вообще запрещают по сути дела демонстрацию любой принадлежности очень часто к религиозным общинам, миграционный кризис все это усугубляет. Это очень серьезная проблема, но об этом надо говорить. Это часть того аксиологического, духовного, ценностного кризиса, который сегодня охватил Запад, и на этом фоне, несомненно, выигрышной смотрится позиция России, и мы в авангарде международных усилий и в борьбе с терроризмом, и мы, что очень важно, в авангарде международных усилий, мы являемся оплотом, это признают сейчас по сути подавляющая часть международного сообщества, мы являемся оплотом фундаментальных традиционных ценностей, среди которых свобода вероисповедания, свобода совести, среди которых, разумеется, институт семьи, да и в целом общепризнанные понятия морали, нравственности, добра. И, конечно, на нашу страну смотрят, как на естественного сегодня лидера в этой области, очень важно это укреплять, очень важно популяризировать, если хотите пропагандировать, тот мощнейший разветвленный опыт межрелигиозного взаимодействия, сотрудничества, который накоплен в России на протяжении не только десятилетий, на протяжении столетий и тысячелетий нашей истории, и то внимание, которое сегодня уделяет президент России, все российское руководство этим вопросом, это, конечно, важнейший фактор и консолидации нашей страны, обеспечения ее процветания, и, конечно, это важнейшая подспорья, одновременная установка для нашей работы на международной арене по всем этим вопросам. Хотел бы сказать в заключение, выразить надежду, что сегодняшняя конференция, еще раз подчеркну ее безусловную значимость и актуальность, внесет важный вклад в дальнейшую активизацию международной дискуссии по этой важнейшей проблематике, и МИД России, несомненно, будет и дальше активным участником всех соответствующих обсуждений, всей работы международной. Очень важно, что Россия и Казахстан инициируют во многом эту работу и продвигают ее, и это хорошая основа для наших двусторонних, дальнейших инициатив на международных площадках. Спасибо большое. Дорогие дамы и господа, все божественные религии роднят между собой то, что их духовной основой является единобожьей и высокими моральными принципами. Считается, что на протяжении всей истории религии служили предлогом для самых больших раздоров. Сегодня также питает представление о том, что наиболее кровавые столкновения разгораются во имя религии, особенно ислама. Между тем, все божественные религии, в том числе ислам, призывают людей к справедливости и миру. Думается, что в современной природе, в современный период основным фактором распространения насилия, войн и убийства стал уход от религии, религиозной морали и нравственности, практикуемой среди антиклерикалов конца XX века, а также непонимания истинных религиозных учений, которые демонстрируют религиозные адепты XX-XXI века. Сегодняшнее человечество должно обратить особое внимание на общее сокровище всех божественных религий, коим является та самая вера о единого Бога и почитание моральных устоев. Эта цель может быть достигнута двумя способами. Во-первых, путем исполнения богословами, ведущей роли в деле поощрения истинных религиозных учений, взаимодействия традиционных религий и, во-вторых, путем формирования подлинного диалога между различными религиозно-политическими группами, которые будут направлены на социально-религиозные партнерства, имеющие сильное достижение мирного существования и мира. Исламская Республика Иран с одной стороны ведет диалоги с разными религиями и течениями. Президент Исламской Республики Иран выдвинул предложение в ООН и по его инициативе было принято позапрошлом году, в 2014 году, резолюции по борьбе с радикализмом и терроризмом. Но с другой стороны Исламская Республика Иран и Российская Федерация правильно и своевременно распознав значение событий в регионе и нового американского проекта Большого Ближнего Востока, приступили к практическим действиям и сегодня находятся в первых рядах борьбы с экстремизмом и терроризмом. К настоящему моменту ими предприняты значительные совместные усилия в направлении создания стабильности и возвращения безопасности в мир и в регионы Ближнего Востока. Основным упор политики Исламской Республики Иран по урегулированию нынешних столкновений на Ближнем Востоке и в Западной Азии всегда делался на создании диалога и нахождении мирных путей решения. Но, к несчастью, некоторые религиозные и международные игроки, используя терроризм в качестве инструмента для достижения собственных особых сил и интересов, деля террористические группировки на хорошие и плохие, стремясь разделить государство и изменить законные границы стран, они навязывают мировому сообществу порочную метод, заключающуюся в смене религиозных режимов, региональных, в смене региональных режимов. Для некоторых стран региона последствия такого подхода обернулись ничем иным, как распространение хаоса и беспорядков. Я надеюсь, что диалоги и обсуждения, которые будут происходить на этом форуме, станут сильным вкладом в процессе усиления мира и стабильности в регионе и будут способствовать укреплению дружбы между народами и государствами. Я в конце хочу поблагодарить организаторов конференции, особенно уважаемого профессора Филиппова, ректора Университета дружбы народов и посольства Республики Газахстан за его вклад в организацию этой конференции. Желаю успеха организаторам и участникам этой конференции. Спасибо. Достаточно много было сказано о той ситуации, которая сегодня происходит в мире. Я не хочу повторяться, но все мы сегодня являемся свидетелями, как язва терроризма, разрастаясь, пытаются обрести квази-государственный характер. И ввиду того, что это происходит с разными странами, то есть эта проблема трансграничная и затрагивает очень много государств. И поэтому совершенно очевидно, что борьба с этим злом должна вестись в том числе и путем координации усилий различных стран. Совсем недавно в Баку прошло заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. Ни для кого не секрет, что сегодня терроризм развивается и по периметрам границ уже нашего пространства, пространства СНГ. И наш уважаемый президент Ильхам Алиев отметил, что без сотрудничества, взаимодействия, объединения усилий в борьбе против терроризма, радикализма и экстремизма очень трудно будет обеспечивать безопасность. И сегодня нельзя делить террористов на хороших и плохих. Нельзя делить террористов на тех, кто выступает против твоей страны или твоего соперника. Борьба с терроризмом должна носить глобальный характер. И хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан, как суверенное государство, вносит свою лепту в борьбу с терроризмом. Еще в 90-х годах у нас были приняты законы, противодействующие терроризмам. И потом были ряд специальных соответствующих изменений в Уголовный кодекс, причем это происходило еще до событий 11 сентября 2011 года, когда внимание всего мира было приковано к очень серьезным террористическим атакам. Мне кажется, что только объединение усилий многих стран может привести к какому-то результату. Наша страна приняла специальный план действий по выполнению соответствующих резолюции Совета Безопасности ООН. Азербайджан присоединился к 12 международным конвенциям по противоподействию терроризму. Во всех этих действиях моя страна всегда руководствуется соответствующими резолюциями и решениями ООН и строго следит за неукоснительным соблюдением международных мандатов. Столь убежденная позиция Азербайджана по неприятию терроризма, которую он неизменно демонстрировал еще тогда, когда многие великие державы не уделяли этому должного внимания, связанной с тем, что сразу после распада СССР в условиях разгоревшегося армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта мы сами столкнулись с терактами против мирного населения. Это и взрывы в Бакинском метро, это и взрывы в рейсовых автобусах. В общем, только за тот период более 70 погибших и 130 раненых. И отсюда совершенно очевидно, что борьба против терроризма для нас это выстраданная на собственном опыте насущная необходимость. В современных условиях терроризм все чаще пытается спрятаться за религиозной завесой. И, думаю, не менее, а в конечном итоге даже более важное значение обретает борьба не с самим террористическими группировками, конечно, она должна вестись до полного их разгрома, а идеологическое, морально-нравственное противодействие тем фальсификациям, посредством которых террористический интернационал вовлекает в свои ряды все новых рекрутов, прежде всего из числа молодежи. Азербайджан в силу своего географического положения, истории, будучи по составу населения преимущественно мусульманской страной, тем не менее, весьма органично сочетает христианскую и иудейскую традиции. То есть климат всеобщего уважения, терпимости друг к другу, ощущения взаимного притяжения, единства которыми характеризуется внутренняя жизнь республики, сегодня выступает той моделью, которая имеет огромное значение и представляет интерес в условиях глобальной турбулентности. Сегодня, когда с одной стороны представляющие себя борцами за свободу террористы разворачивают варварские кампании по уничтожению людей, причем прежде всего самих мусульман, и разрушению культурного наследия человечества, с другой стороны, возникает ответная нетерпимость в Европе, в других странах, вновь нарастает волна ксенофобии, неофашизма, начинают говорить о крахе политики мультикультурализма. Мы в Азербайджане в корне не согласны с подобного рода оценками и полагаем, что отторжение и ненависть лишь множат зло, а это становится питательной средой для дальнейшего роста терроризма. Поэтому продолжаем предлагать все усилия, направленные на пропаганду мира и согласия. В период председательствования Азербайджана в Совете Безопасности ООН в 2012 году президент Ильхам Алиев провел заседание в Совете Безопасности, посвященное усилению международного сотрудничества в связи с выполнением обязательств в области борьбы с терроризмом. На соседании по инициативе Азербайджана состоялись обсуждения на тему угрозы террористических атак международному миру и безопасности. А в 2013 году в Совете Безопасности впервые в истории ООН по инициативе нашей страны состоялось заседание высокого уровня на тему усиления партнерских связей между ООН и ООН и организацией исламского сотрудничества. Таким образом, Азербайджан вносил, вносил, вносит и, я уверен, будет продолжать вносить свой деятельный вклад в борьбу против терроризма. Причем эта борьба, по нашему убеждению, наряду с конкретными мерами по уничтожению террористических организаций, должна разворачиваться в сфере пропаганды взаимного уважения, мира, созидания во благо единого человечества. Благодарю вас за внимание. Для меня лично, наверное, не случайно, что инициатива проведения этой конференции была предложена Нарсултану Абишевичу Назарбаеву, поддержана Владимиром Владимировичем Путиным, и уже это не первая конференция, потому что действительно Нарсултан Абишевич Назарбаев, президент России Владимир Владимирович Путин, они являются и авторами евразийского проекта, проекта, в основе которого, наверное, лежит та же самая идея. Наше евразийское пространство должно быть пространством процветания, пространством дружбы, взаимодействия и развития. Но Султан Абишевич в 1994 году, выступая недалеко отсюда, в МГУ, предложил создать Евразийский союз. И как раз предлагая создавать Евразийский союз, он апеллировал к тому, что народы Евразии тысячелетия жили в мире и согласии. И это было действительно измерение мира, согласия, межконфессионального взаимодействия и диалога. Евразия – это родина всех мировых религий. А срединная часть Евразии – это, наверное, один из немногих достаточно примеров успешного существования всех этих религий. Потому что на протяжении веков, конечно, у нас существовали конфликты, в том числе и на религиозной почве. У нас существовали факты и терроризма, в том числе прикрывающиеся религиозной окраской. Тем не менее, мы всегда успешно их преодолевали. И вот сейчас в Евразийский экономический союз ходят пять государств. Россия с преимущественно христианским населением, но с очень большой долей мусульманского населения. Казахстан – преимущественно мусульманским населением, но где большая доля и христианского населения. Киргизия – преимущественно мусульманским населением. Армения – практически христианская страна на 98% первое государство в мире, которое приняло христианство как государственную религию. Беларусь – где успешно процветают представители двух ведущих христианских концессий православия и католицизма, а также другие представители других религий. Поэтому я хотела сказать, что у нас накоплен очень большой опыт, который можно использовать, изучать. С другой стороны, нам, конечно, надо сохранять ту гармонию между нашими конфессиями, между нашими социальными группами, между нашими мирами, которые у нас сейчас есть. Эта тема особенно для нас сейчас важная, потому что в рамках Евразийского экономического союза, как вы знаете, у нас есть четыре свободы. Свобода перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Граждане наших государств беспрепятственно могут работать на территории любого государства союза. И многие граждане, в том числе и Киргизии, и Армении, работают на территории Российской Федерации. И вступив в Евразийский экономический союз, они имеют все социальные права. И, соответственно, вот эта достаточно динамичная в последние годы легальная миграция населения тоже ставит вопросы, связанные с поддержанием мира и межконфессионального согласия. Завершить я свое выступление хотела бы с тем пунктом, который упомянул посол Казахстана Марат Мухаммед Казеевич. Религиозный терроризм очень тесно связан с геополитикой. И вот это, на мой взгляд, очень важная тема, которая тоже должна стать одной из центральных обсуждений сегодняшней дискуссии. Ведь опыт всех прошлых многонациональных организаций, будь то Римская империя или Арабский халифат, показывает, что они были успешными и процветающими только тогда, когда они уважали религиозные воззрения своих народов, когда существовал религиозный мир, когда не было доминирования крупных над малыми. И это была та благоприятная почва, которая не давала рождаться религиозному экстремизму. Как только это религиозное согласие и мир уходили, рушились эти многонациональные образования. Сегодня многонациональное образование – это и региональное интеграционное объединение, да и, по сути, весь наш глобальный мир – это теперь вот это самое многонациональное образование, которое может быть успешным, устойчивым и процветающим только на базе уважения религий между собой, межконфессионального диалога. И поэтому такие конференции, как сегодняшние, конечно, самые лучшие средства борьбы с экстремизмом и терроризмом. Спасибо. Разрешите вначале зачитать приветствие министра по делам религии и гражданского общества Республики Астан Ермикпаева Нурлана Байзаковича, адресованная участниками Международной научно-практической конференции «Религия против терроризма». Уважаемые участники конференции, хотел бы передать всем искренние слова приветствия и поблагодарить за организацию столь важного мероприятия Российский университет дружбы народов и посольство Республики Казахстан в Российской Федерации. Сегодня механизмы религиональной и глобальной безопасности, созданные для противодействия быстро нарастающим угрозам терроризма и религиозного экстремизма, испытывают мощную проверку на прочность. Как отметил президент Республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев, выступая на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, необходимо создание единой глобальной сети противодействия терроризму и экстремизму, а также усовершенствование международной правовой базы в этой сфере. Критически важным является направление общих усилий политических и общественных деятелей, духовных лидеров, представителей научно-экспертного сообщества, неправительственных организаций и средств массовой информации на устранение идеологической основы терроризма и экстремизма. Во всем этом сегодня есть большая потребность. Особое значение имеет образование и просветительство, которое предстоит поднять на новый уровень, чтобы наше подрастающее поколение отчетливо понимало опасную сущность религиозного фундаментализма, защищало и сохраняло светские ценности. Коллективные действия мирового сообщества, объединяющие государство и общество в борьбе против религиозного экстремизма и терроризма, должны быть оперативными и масштабными. Убежден, что консолидированная работа участников конференции поможет выработать эффективные способы и формы противодействия экстремизму, терроризму и дать достойный ответ на сложные вызовы современного мира. Желаю участникам конференции успешной и благотворной работы. Министр по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермикбаев. Разрешите еще раз, еще несколько слов сказать от себя. Я сегодня представляю вновь созданное Министерство по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан. Она создана буквально несколько недель назад, 13 сентября текущего года. Объективно, что решение главы государства Республики Казахстан Нурсултановича Назарбаева о создании этого министерства также обусловлено международным контекстом нарастания проблематики религиозного экстремизма и терроризма, влияния данного фактора на ситуацию в Казахстане, необходимости в совершенствовании государственной политикой религиозной сферы, дальнейшего развития государственных конституциональных отношений в стране. Немаловажно отметить, что вместе с задачами в религиозной сфере в компетенцию министерства переданы функции реализации государственной политики в сфере развития гражданского общества и молодежи. Соответственно, новое министерство планирует направить свои усилия на укрепление светских основ развития государства и общества, совершенствование государственно-конституциональных отношений через активное вовлечение официально действующих религиозных объединений в профилактику религиозного экстремизма и недопущение распространения различных деструктивных псевдорелигиозных идей в обществе, повышение эффективности и в целом государственных мер по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и терроризму, развитие конструктивного сотрудничества с институтами гражданского общества, а также реализация эффективной государственной молодежной политики через вовлечение молодежи, молодежных организаций, потенциала институтов гражданского общества во все процессы дальнейшего развития государства. И в этом контексте, конечно же, наше министерство намерено через повышение эффективности решения социальных и иных проблем молодежи, развитие его созидательного потенциала, вовлечение гражданских институтов в активную разъяснительную работу, в целом повысить эффективность профилактики и противодействия религиозному экстремизму и терроризму. В заключении своего краткого выступления позвольте еще раз пожелать успеха сегодняшней конференции. Мы уверены, что на площадках конференции будут предложены новые подходы к противодействию терроризму, которые мы сможем совместно реализовать в будущем. Спасибо за внимание. Я прошу Вашего разрешения зачитать текст приветствия от имени главы управления мусульман Кавказа и председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа Шейху Исламу Аллаху Кирпашазаде. Именем Аллаха, милостивого и милосердного, дорогие участники международного форума, с чувством глубокого уважения, приветствую организаторов и участников Международной конференции «Религия против терроризма» и от имени мусульман Кавказа желаю благополучия и успехов всемирно известному Российскому университету дружбы народов, а также посольству Республики Казахстан Российской Федерации в проведении столь важного мероприятия. Тема нынешнего форума «Религия против терроризма» весьма актуальна и востребована. Мы всегда считали, что для координации государственно-религиозных отношений и конструктивного взаимодействия очень важна организация обсуждений и встреч, связанных с международными отношениями и взаимоуважением между религиями. Обеспечение демократии и свободы религиозных убеждений, традиция толерантности и охрана прав человека являются нашей общей задачей и важным приоритетом для развития наших стран. Одним из важных моментов в деле обеспечения духовно-нравственной стабильности обществ также является умелое регулирование государственно-религиозных отношений со стороны глав государств, их внимательное отношение и забота о нуждах и чаяниях верующих. Нам глубоко импонирует, что руководство российского государства акцентирует на важности консолидации представителей различных национальностей и религий во имя всеобщего благополучия и будущего России, в том числе Кавказа. Примечательно, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин всегда особо отмечает усилия мусульманских духовных лидеров Кавказа, высоко оценивая мужество исламских деятелей в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Религиозные общины призваны наряду с государственными институтами содействовать противостоянию искажений духовных ценностей экстремизма, терроризма и радикализма. Мы, религиозные лидеры, неоднократно заявляли, что террор в любых его проявлениях – преступление против всего человечества. Сегодня мир оказался в состоянии полномасштабного кризиса, и, по мнению глав религиозных деятелей, причинами возникновения этих проблем являются искажения духовно-нравственных ценностей и проявления ксенофобии. Линия разделения проходит отнюдь не в межрелигиозной или межнациональной плоскостях. Цивилизионный расслон связан с тем, что какая-то часть человечества отошла от традиционных моральных основ бытия, что привело к деградации к духовной и нравственной составляющей жизни. Это, в том числе, вызывает такие разрушающие явления, как распространение идеи терроризма и экстремизма. Мы высоко ценим и поддерживаем все шаги, направленные для укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога. Особенно хотелось бы отметить историческую встречу двух христианских лидеров – Святейшего Патриарха Кирилла и Папу Франциско, который является в некотором роде приглашением к диалогу в более широком формате, открывает двери для полномасштабного, межконфессионального и межрелигиозного сотрудничества по наиболее актуальным темам общественной жизни. Она может стать началом процесса консолидации духовных лидеров всего мира ради содействия и выхода нашей цивилизации из глобального кризиса, в том числе посредством совместного отпора, натиска, агрессивного секуляризма. Многоуважаемые участники и организаторы форума, вознесем же молитву Аллаху, чтобы увенчались успехом все наши труды во имя благополучия и счастья наших народов. Мир вам, милость Аллаха и его благословения. Шейх Услам Аллах Шкир Пашазады, председатель управления мусульман Кавказа и Высшего религиозного совета народов Кавказа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова